Наталья, как вы оцениваете инвестиционный климат в Москве и в регионах на данный момент? Ну, наверное, так же, как на улице. То есть пока еще солнечное тепло, но дыхание осенью, безусловно, очищается. И, ой, прошу прощения, конечно, в Москве мы больше будем находиться в зоне комфорта, а регионы первыми почувствовали приближение такой инвестиционной зимы. И мне кажется, что на регионах в первую очередь отразится, конечно, ухудшение инвестиционного климата. На ваш взгляд, как повлияет политическая ситуация на рынок коммерческой недвижимости в России? Я думаю, что ставки пойдут вниз. Показатели доходности для инвесторов также опустятся. И, несмотря на по-прежнему остающиеся высокие российские риски, доходность будет постепенно приближаться к европейским показателям. Как вы оцениваете настроение западных инвесторов? Я вижу на российском рынке исторически три типа западных инвесторов. Первый тип – это частники, которые принимали участие в российских фондах, частных своими капиталами. И они менее всего привязаны к этой юрисдикции, быстрее всего из нее уйдут. И я уже просто кругу знакомых, я это замечаю, как вот эти частные западные деньги начинают уходить из России. У них хорошая альтернатива. Они легко эти деньги вытаскивают из проектов. Они обычно захеджированы тем, что… Ну, вот, там, какими-то конструкциями партнерства со своими русскими, соакционерами. И они довольно легко уходят с рынка. Эти деньги уже с рынка ушли. Следующий тип инвесторов – это институциональные фонды. И здесь мы видим, что сейчас в их руках сосредоточен некоторый объем очень качественных объектов. Ну, конечно, невозможно не упомянуть Метрополис в этой связи, там, Питерскую галерею. И вот эти игроки, безусловно, на рынке останутся. Потому что в любом случае они получили, в свое время купили, действительно, очень эффективно, очень качественные объекты, лучше которых на рынке нет. И они в этих объектах останутся и продолжат на них зарабатывать на текущем денежном потоке. Потому что эти объекты, даже при общей просадке рынка, они все равно будут сохранять свою инвестиционную привлекательность. Тем более для западных фондов, у которых дешевые пассивы. Но я почти уверена, что новых покупок у этих игроков в ближайшее время не будет. Причина тому две. Во-первых, нет качественных объектов, удовлетворяющих их критериям. Во-вторых, безусловно, есть опасения по поводу волатильности с валютами, по поводу политической ситуации, ну и всего вокруг того, что мы знаем. И третья группа инвесторов – это те, кто инвестировал в конечный объект недвижимости. Те, кто инвестировал в объект недвижимости для развития своего основного бизнеса, как правило, торгового. Та же Икея, как мы знаем, еще несколько лет назад сообщила о сворачивании планов развития. Эта тенденция будет нарастать. Опять же, тому есть несколько причин. Я бы на первое место все-таки поставила причину, связанную с общим насыщением рынка и тем, что эти компании не видят для себя дополнительного ресурса в платежеспособном спросе. В тех локациях, которые принципиально им интересны. Ну, потому что понятно, что в тундру они не пойдут работать. Кроме вот того, что просто схлопывается спрос, что он как бы органически просто насыщается, он на самом деле еще дополнительно схлопывается за счет того, что уменьшается платежеспособность населения. Это мы видим по экономическим отчетам, которые публикуются даже у нас в стране. Это мы видим, на самом деле, по динамике потребления и динамике продаж у разных торговых операторов. Эта тенденция, безусловно, будет нарастать, потому что деньгам объективно взяться просто неоткуда. Соответственно, скорее всего, те, у кого бизнес построен на услугах общественного питания, либо на торговле, наверное, не заморозят свое присутствие, не уйдут из России. Но такого активного развития мы тоже наблюдать в ближайший год не будем. Как известно, святое место пусто не бывает. Кто придет на смену западным инвесторам в России? Будут ли это российские игроки, азиатские или, может быть, какие-то другие? Ну, сложно сказать, на самом деле, не бывает ли святое место пусто, потому что мне кажется, что есть объем рынка. Эта величина непостоянная. И мне кажется, мы сейчас находимся в таком моменте, когда, собственно, сам рынок имеет тенденцию к сужению и снижению своего объема, который измеряется в деньгах. Просто денег на рынке будет становиться больше, поэтому часть инвесторов просто с этого рынка уйдет. Как мы видели в 2006-2007 году, когда в недвижимость пришли инвесторы из металлургии, из нефтяного сектора, еще там сельского хозяйства и так далее, также сейчас эти инвесторы будут постепенно из недвижимости уходить. И рынок сам уменьшится. Возможно, и однозначно совершенно, как было после 2008 года, произойдет какая-то ротация игроков, безусловно. Может быть, действительно, в качестве девелоперов придут какие-то компании азиатские. Сейчас есть проекты по тому, чтобы китайцы участвовали в освоении, в девелопменте земель, и, наверное, это будет появляться, но, опять же, мне кажется, об этом интересно говорить, и это, безусловно, какой-то маркер развития ситуации рынка в целом, но за счет того, что это единичные сделки, это не отражает кардинального изменения тренда на рынке. На рынке останутся местные, у которых, по большому счету, плохие альтернативы, им некуда больше нести свои деньги. Они все равно вынуждены строить здесь, потому что здесь они строить умеют. И они будут продолжать этим заниматься. В принципе, у тех, кто сейчас прошел точку перегиба, ну, как известно, там почти все в мире, описывается там гауссовой кривой. Вот если там строительный, ну, девелоперский цикл, да, подставить ей, то вот те, кто, на самом деле, сейчас находится за точкой перегиба и достраивает свои объекты, и потратил уже основные деньги, они находятся в хорошем положении, потому что в ближайшие годы конкуренция, ну, точно не будет увеличиваться, их объекты еще будут востребованы. А вот те, кто сейчас только начинает инвестировать, ну, это очень отважные люди. По крайней мере, мне так кажется. Если продолжить разговор о влиянии политической ситуации на рынок коммерческой недвижимости, на ваш взгляд, какие сегменты больше всего пострадают? Самым чувствительным сегментом всегда оказывается торговля. Она первая реагирует на любые изменения. Экономически, ну, конечно, о политике мы говорим в контексте последствий экономического характера, поэтому в первую очередь мы увидим, конечно, это на торговле. Там короткий договор, там довольно как бы лобильные арендаторы, которые довольно легко расторгуют контракты и уходят куда-нибудь, да и они первые чувствуют спад продаж. Поэтому, да, торговля, ну, она же на самом деле быстрее всего оживает после того, как там критический период минует. Второй сегмент, который, как мне кажется, будет затронут кризисом, ну, он уже на самом деле затронут, безусловно, это офисный сегмент. Качественные офисы, а класс, останутся на плаву, у них длинные договоры, они долларовые, там все будет, там, яркость, как, собственно, и было, да. И там компания у один вряд ли пострадает от изменений в своем портфеле объектов, изменений в доходности. А те, кто владеет офисами, там, B и C класса, вот здесь, я думаю, произойдет существенная коррекция ставок. Расскажите о планах компании на ближайшие несколько лет. Какие задачи вы ставите перед собой, какие проекты вам интересны? Нам сейчас интересно полностью реструктурировать портфель. Мы выходим из большей части тех проектов, которые сейчас его формируют. И мы готовы пополнять его за счет проектов западных. Мы активно сейчас смотрим на несколько юрисдикций. И я очень интересуюсь локальными нишевыми проектами, которые по-прежнему обеспечивают высокую доходность. Они есть. Это, безусловно, очень узкие и ориентированные на очень сегментированную аудиторию проекты. Но на них еще можно зарабатывать. И нам интересно смотреть туда.